Девушки отдыхают Это я чихнул, насморк Так, все, брек, брек Все, как петухи, а? Стоп ты, петух Ты давай еще на меня кинься, давай Кончайте шутки, давайте, показывайте Что показывать? Показывайте, кто у нас тут по собачьей чихает Это своростка училища Я дико извиняюсь, вас к телефону В мою машину КамАЗ въехал То есть как въехал? Ничего не понимаю Будем заниматься трудотерапией Говорят, помогает Где здесь чисто-то? Ну, философ Ну, я ему устрою Решите, товарищ майор? Заходи Здравия желаю, товарищ майор И тебе того же Палыч, у тебя какие сегодня планы на вечер? Это что, хочешь меня в театр сводить? Не, все, театр свернулся Спектакль закончен Не понял Палыч, сплавил я своего пса Да, все, сегодня, так сказать, гуляем Праздник у меня, Палыч То есть как сплавил? По воде, что ли? Ну, ладно, ты обижаешь По воде Почему? Взял культурника Написал объявленица Расклеил на столбах Да, ну, нашлись добрые люди Как говорится, мы Самая считающая нация в мире Так что нашлась добрая душа Все, Палыч, вечерком жду тебя на коньячок Ты, смотрю, еще и наварился Ну, ладно, наварил Какой там наварил? Я сам готов был их там доплатить Чтоб только его забрали Палыч Так, опа, так Да, алло, слушаю А, да, 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 да Да, помню, помню, конечно Да, это я написал Да Подождите Как, сука Слушайте, вы Вы что себе позволяете там Алло Кто? Не понял, Степан, сука? Ну, тебе надо Да, нет Ну, откуда я-то мог знать Я говорю Может, вы ошибаетесь Как вы назад-то принесете Да вы что, с ума сошли Как вы это себе представляете Вы принесете Алло А, да, черт возьми Палыч Этот Степан Сука оказался А ты что, не знал? Ну, а как я, по-твоему Что, ему под этот ход, что ли, заглядывал? Так надо было Заглянуть Твою дивизию Ну, у меня пока, слава богу, только взвод Взвод, да Этот взвод доставляет головной боли Вон, больше, чем вся дивизия Ну, надо же, черт Ну, насколько я понимаю Вечер с коньячком сегодня отменяется Разрешите? Заходи Вот так вот Вот он Товарищ майор, Суворовец Макаров По вашему приказу прибыл Так Вот он, Палыч Заводчик собак-чемпионов Ну что, Суворовец Макаров Прибыли очень даже вовремя И ты еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли Главные Видишь, мы с тобой сидим В одном ряду Даже если у нас дороги Разные Видишь, ты идешь И рядом я иду Потому что у нас все роли Главные Видишь, мы с тобой Сидим В одном ряду Даже если у нас Там дороги Разные Видишь, ты идешь И рядом я Ну что, вице-сержант Поздравляю Весело четверть начали Да уж Товарищ майор, а что случилось-то? Он еще спрашивает Мне что, пальцы загибать? Два урока сорвали Раз Бардак в столовой устроили Два Ну а щенка приволокли В расположение Все, Макаров Он здесь Псарня, что ли? Товарищ Прабыч, а что вы все ко мне? Я, что ли, вот туда приволок? Подожди, а кто, по-твоему Я, что ли, от нечего делать И взял его Приволок в казарму? Ее Чего? Ну, да неважно Действительно, Макаров Опять же собака Три Ну? Вы на каком курсе учитесь? На втором О, на втором Смотри, помни, майор Иван Адамич, спокойней Спокойней Вы, Макаров, между прочим Вице-сержант А у вице-сержанта Есть определенные обязанности Их надо выполнять Товарищ майор Ну, что вы все одни негативы видите Ведь есть множество положительных моментов Серьезно, Макар? А вот я что-то их не припоминаю Эти положительные моменты Ну, как же Лабораторная по физике Визвод 4-5 И лыжный кросс Что? Второе место Второе, Макаров? Ну, не десятое, товарищ прапорщик Ну, в конце года Вы видели вокруг училища Сколько мы, сугробов Как мы их выровняли Это же произведение, архитектура Ты, Макаров, знаешь, что ты мне С своими произведениями Архитектуры Тише, Иван Адамыч, тише Тише Макаров, положительные моменты Это ваша обязанность А вот отрицательные Это ваши просчеты Вот именно Извините Ну, что мы лично И ваши тоже Учти, Макаров Вот еще одна такая Выходка Я вам устрою Экскурсию Да-да На конфетную фабрику Чистский сад какой-то просто Ну, что вы смеетесь Устроить, блин Устроить Я тебя сам скоро устрою Не знаю, мужики Может, не надо Философ нормальный мужик Ну, подумаешь, сдрюч Синица, тебе сколько лет? А при чем здесь это? Да при том Ну, мы что, сосы, что ли, какие-то? Синицы Что ты несешь? Не знаю, мне этот замут не нравится Значит, ты откалываешься от коллектива, да? Да никуда я не откалываюсь Я просто свое мнение высказываю Давай тебе расслабься Мы же ему не дома спалить собираемся Ну Так Поживет недельку веселой жизнью Это даже полезно Ну так Ну, давай, синица Хорошо Подчиняюсь мнению большинства Вот и отлично Яркий пример торжества демократии Еще инакомыслящие есть Да Да, но и цугроб просто так оставить нельзя Вот и чудненько Давай, печка Тащи Листок с ручкой Народ Разминаю носки Пацаны, этого мало Нужно еще что-то набрасывать Филиппом Кантемиров Кантемиров О, Кантиков Нет, это уже было Кантемирович Данченко Не, ну это сразу поймут, что шутка Надо что-нибудь более реалистичное Слышь, Макарус, и читай, что там у нас, а? Что читал, Трофим? Кантеморов Кантифлюшкин Кантиков Снегомиров Снегуров И, наконец, философик Так может, хватит, а? Нет, этого мало Нужно и больше объявлений А ты вот телефон-то точно помнишь? Печка, он нам его сам диктовал А, да, точно Слушай, о! Кантелосов Ничего, да, король Эх, пацаны Скорей бы послезавтра А что у тебя послезавтра? Увал Слышь, Печка У нас в московском парень был один Тот тоже все время про Увалу мечтал У него даже кличка такая была Какая? Ували! Слышишь, Сухой, а ты в субботу куда? В интернет или по бабам? А он по бабам в интернет ходит Вот меня Танюха на день рождения приглашает Везет Слышь, Трофим А может, у Танюхи и у твоей подруг какая есть, а? А зачем тебе подруга? Хочешь? Танюху забирай Не понял Там надоела она мне Да ты чё? Я её на дискоче видел Вроде нормальная такая чувиха Да вроде нормальная Только со своими прибамбасами В смысле? Ну вот смотри Пошли мы в кино Ну? Ну фильм наитупейший Она сидит и ржёт И чё? Да напрягает мне это Слышь, Трофим А может, это ты тупой А фильм как раз нормальный был? Да Хорошую девушку в наше время трудно найти А вот мой дядька говорит Чтоб нормальную найти Надо их в сотню перебрать В смысле? Ну философия у него такая Сначала говорит Надо со ста девчонками познакомиться Посмотреть там, пощупать Ну а же потом из них выбирать Нормальный у тебя дядька И чё, он соточку разменял? Говорит, что да Эй 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 Где бы их взять? Сто штук Пацаны из Шукер Казанова проснулась Всё, всем спохи Слышишь, Сухой? А твой дядя, ну этот Который с бабами встречался Он потом женился? Ну да И что? И всё А на какой? Ну то есть на какой по счёту? На шестьдесят девятый Чё, серьёзно? Блин, Трофим, ну откуда я знаю На который он женился? Он их что, нумеровал, что ли? Откуда тогда он узнал, что их сто было? Порубцам на сердце Взвод смирно! Товарищ преподаватель Третий взвод К уроку военной подготовки готов Отсутствующих нет И всё Дежурный Вице-сержант Макаров Вот теперь всё Вольно Садись Итак С сегодняшнего дня Мы с вами Приступаем к основам тактики Открываем конспект И пишем тему Действия При подъёме По тревоге Сухой Во сколько сегодня хоккей? 21.30 Кто играет? Наши с Швецией Я сказал Открываем конспект Ты А не рты А по какому каналу? Взвод Встать! Сесть Встать! Сесть Встать! Сесть Встать! Смирно! Все слышат тишину? Запомните Вот так Она должна звучать На моём уроке Вольно Садись И зарубите себе на носу Здесь вам не физика И не биология Я лично ничего не имею Против вышеперечисленных предметов Но требую Не путать их занятиями По военной подготовке Всем ясно? Так точно Не понял? Так точно Ну вот Совсем другое дело Мужики! Ура! Готово! Вот они все объявления Так держи сухой Расклеишь возле училища Окей? Хорошо Красава Давай Так Трофимушка Держи Тебе тоже стопочка Возвание Нермага Да помните? Окей Так парни На двоих разделите Где-нибудь там сами Разберётесь Печуркин Видишь Какими большими буквами И тебя расклеишь Возле бульвара А куда там клеить? На лоб себе наклеить Чё столбов что-нибудь мало? Давай Печуркин Так Мишаня Стоять Возьми два объявления Расклей там где Где-нибудь Оба Синица О Тебе тоже тут осталось На рынке расклеишь Ты там рядом живёшь Да? Уф Макар Давай я не буду расклеивать Оба Значит Решил всё-таки откололаться? Нет Нет Ну я же писал с вами И что? Просто понимаешь У меня Ксюха Она уже в Англию В среду улетает Ну В общем Сегодня как бы у нас последний день Вот нет Макар Я серьёзно Так что Ну понимаешь Мы должны Вместе побыть Давай Синица Расслабься Всё нормально Разберёмся Спасибо Трофимовна Ты идёшь? Сейчас Сейчас Слушай Ты уже заколебался Своей алгеброй Ты сейчас Иду Это что у тебя? Ничего Да пошли уже Катай сюда Это у тебя вообще Что такое-то Катя Маша Таня Вообще Что за перепись Население Идай сюда Трофим Ты что Решил как мой дядька что ли? Не твоё дело Да нет Всё нормально Только Откуда пять штук Ты уже набежала? Откуда надо? Не ну я серьёзно Танюха я знаю А Катя кто такая? Ну мы вместе В школьные танцы ходили Это в каком классе-то было? В пятом Оооо Слушай Трофим А ты из роддома сюда Никого не записал? Не ну Мало ли Может лежали рядом Слушай Иди куда шёл Юморист Я вообще-то с тобой Пойти собирался Привет Кирюх Привет Солнце Ну как ты? Я нормально всё Сегодня до семи вечера Полностью в твоём распоряжении Уж я распоряжусь Ты не сомневайся Макар ну ладно Я побегу Да беги уже давай Без обид Не обида Давай беги Ксюхи привет Значит так мужики У Синица на форс-мажор Вам по три обуверения на каждого Трофимов Сухой Давай И пешка Ну чё Мы тогда двигаемся Давайте-давайте Подожди секундочку Ладно Хорошо Макар Я вижу вам только Что-то расклеить надо И чё? Ну так давай Я тоже могу Слушай Соболь Я думаю тебе сегодня С девушкой не до этого будет Смотри Слава не расклейся Да пошёл ты Фу Как некультурно Мадемуазель Позвольте принести Свои извинения За невоспитанного Кадета Поверьте Не все суворцы такие Честь имею Кто это? Да так Клоун один Корчит из себя Ну понятно Ну так что Мы идём? Да конечно Да конечно Алло Да я слушаю Объявление? Да давал Нет подождите Вы ошиблись по-моему Какие запчасти? Я давал объявление По поводу собаки Да нет Никакой я Не Кантиков Я ещё раз говорю Вы ошиблись Да Слушайте Опять вы Я вам Ещё раз объясняю Да какая разница Какая у меня фамилия Не Кантиков Да Правильно 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 Это мой номер Но никакими запчастями Я не торгую Запомните Да Ничего страшного Да Всего доброго Носишь? Ношу Я её всю жизнь буду носить Ну прям Вот увидишь Слушай Мне же позвонить надо Ну давай потом позвонишь Нет потом нельзя Ну Илюш Ты по поводу визы Очень важного Занята Афь пошли они в баню Так извините меня пожалуйста Но Ксюша Ты не забыла Что нужно шампуни Зубную пазу Полотенце Всё купить здесь То что я звонила Галине Адамни Она сказала Что там это всё безумно дорого Я помню Хорошо Что помнишь Илюша Чаю не хотите? Спасибо Может попозже Хорошо Ну ты что сегодня Как с цепи сорвал? Ты не понимаешь Я тебя целый год не увижу Ты что? Почему год? Ну что? Я же сказал На каникулы приезжать буду А вдруг ты не приедешь? А чего я то не приеду? Ну мало ли Кстати Ксюш Я тебя уже сегодня не дергаю Но ты помнишь Что завтра-послезавтра Нам надо с тобой сеять По магазинам Купить тебе тёплые вещи Поняла? Да Потому что там в это время года Ужасная погода Мам Ещё три дня Успеем Ну успеем Кстати Ты звонила по документам Занято Так надо Набирать Набираю Ну так ты набирай Ну так набираю Сюша Мама Да Чайник На плите Если что Спасибо Светлана Владимировна Слушай Может нам дверь подпереть Стулым каким-нибудь Ты что сдурел? Ты куда? Пошли Куда? Ко мне Слушай, мне позвонить На Меня позвонишь Пошли А твои что? Моих дома нет Пойдём Всё У нас есть полчаса? Ну чё, Трофим Что вы там с Танюхой решили? Да всё Фидерзе Чё, серьёзно? Да Причём, кстати, так всё быстро Без лишних вопросов Ну правильно Долгие проводы Лишние сопли Слушай, Трофим А чё ты там пишешь-то? Да так Ничего Номер 6 Света Нифига себе Печка Иди сюда Посмотри-ка Слушай, Трофим Ты, блин, метеор Это ещё не всё Номер 7 Эльвира Слушай, Трофим Так чё Сразу две за один день? Ну ты разошёлся Это он с Танюхой разошёлся А с этими Я смотрю Он сошёлся Ничего себе Ты сразу с двумя, что ли? Да нет Светка это так Ну, чтобы с Танюхой поссориться Ясно А Эльвирой Это чтобы от Светки отвязаться Ха, ну-ну, завидуйте Завидуйте Лёвый Лёвый Эть, два, три Носочек тянем Ногу выше Выше ногу Эть Раз Раз, два, три Вы у нас второй курс Или пионерский отряд Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Да, алло, я слушаю Нет Не давал я никакого объявления Вы ошиблись Никакого объявления я не давал О, машина заработала Заработала Машина уже дымится Не видишь, как заводится полборода Да какие там ещё морские свинки Я говорю, вы ошиблись Моя фамилия Кантемиров Да не Кантеморов, а Кантемиров Всё, да Ошиблись вы, я вам говорю Так Чего встали Стена, товарищ Стабович Стена Я сам вижу, что стена Правое плечо Вперёд Шагом Лёвый Лёвый Давай, два, три Лёвый Лёвый Тянем носок Носок тянем Да что ты будешь делать Алло, я слушаю Куда вы звоните, я говорю Не давал я никакого объявления Лёвый Лёвый Раз, два, три Раз, два, три Да я не вам это говорю Не вам Сегодняшний урок наш Будет не совсем обычным Как, впрочем, и предыдущий Разница в том, что На прошлом уроке У нас планировалось Самостоятельное Но её не было А в этот раз У нас не планировалось Самостоятельное Но она будет Так, самостоятельно Очень простая Всего одна задача Но со звёздочкой По дороге Со скоростью 70 км в час Движется КамАЗ Внезапно он замечает Препятствие В виде легковой машины При нажатии На педаль тормоза Ускорение изменяется По линейному закону В от Т Равно минус 5Т Понятно? Итак Достигнув значения 15 метров на секунду В квадрате Более не изменяется За сколько метров До легковой машины КамАЗ Должен начать торможение Чтобы избежать Столкновения Условия понятны? А, Владимир Слушай Мы такие задачи Ещё не решали Знания Для решения Этой задачи У вас имеются Повторяю Условия понятны? Что Перепятчика По-моему В условии Чего-то не хватает Согласна Не хватает ума Это я заметила Ещё на прошлом уроке М. Владимир Что? Может быть КамАЗ Объедет легковую Чтобы не было столкновения Ему будет легче Нам проще Ну что же Если у вас Нет другого решения Пишите это Я постараюсь Оценить Ваши знания Значит так Задача Очень простая Даю 20 минут Пишите Ему Владимировну Сядьте Синицын Работа Самостоятельная Тем более Преподаватель Вышел из класса Проверить Свою машину Вы же Любите Когда Преподавателя Нет в классе Да? Эй, Соболь Ты что тут Страчишься? Дождите Минут Чего там? На Перекатай Патантай Докрив Слышь, что Это решение Что-ли? Так Блин, золь Тут же Интегралы Ну да Она по-другому Не решается Сухой Она передай Тем, у кого Еще нет Петька Минут Макар Макар Катай быстрее Малютину тоже надо Это что за папиросы Интегралы Это решение Ух ты Кто у нас такой умный Соболе решил Макар Ты чего? Спичка списывать нехорошо Ты чего? Сам решу сказал Молоток, Соболь Не, Кирюх Ты просто ксерокс Слушай, откуда ты эти интегралы знаешь? А с чего вы взяли Что он их вообще знает? Может он так от балды взял На коллегу А вы взяли и скатали Это прикинь какой развод Вообще взрослый такой Развод Не детский Слышь, выпендрила Я между прочим В городской олимпиаде По математике участвовал Опять же, заметьте Участвовал А не побеждал Ну главное же не победа А участие Слышь, Макар Чего ты задираешься? Ты же меня со всеми скатывал Ничего не катал Ясно? Больно надо Слушайте, да не продаю я никакого велосипеда Что вы в самом деле? Вы ошиблись Здесь нет никакого философика Ну В то объявление Ты знаешь, что я тебе скажу? Ты засунь это объявление себе Вот знаешь, куда? Круто С кем вот так? Да с кем Номером ошиблись И что? Сразу надо в задницу? Я про задницу Ничего такого не говорил Задрали уже Ну третий день звонят По объявлениям Там свинки морские Канарейки Эти Программы для похудания Ты смотри Какой у тебя Серьезный разброс в бизнесе И почем К примеру свинки? Слушай, Палыч Хорош ты-то еще подкалывать Ну я уже не до шуток Какой-то козел Развесил по всему городу объявления Чего? Чует в мое сердце Кто-то из наших Летчиков-залетчика С чего ты взял? С чего взял? А там во всех объявлениях Фамилия указана Философский И там Философюк А кто еще Кроме нас Кто про философа мог знать Каламбурщики дешевые Блин, вот опять Слушайте Я не давал никакого объявления Да, никаких у меня свинок нет О, Машуля Машуль, извини Машенька, нет, это я не тебе Машенька, нет, а я не думал, что ты-то звонишь Вернее, я подумал А нет, а я на номер-то не посмотрел И что он высветился Да, Машуль Что, хлебушка? Да, нет, ну нет проблем, конечно Сколько, Машенька? Половиночку Ага, да Все, ладушки Машенька, ладушки Все, дома поговорим Пока Слушай, а ты эти объявления срывать не пробовал? Павел, ты что, издеваешься, что ли? Ты вот что, я по всему городу на столбе лазил Зачем по всему? Ты в следующий раз, когда позвонят, вежливо поинтересуйся Где они это объявление видели? Слушай, это, кстати, мысль-то хорошая Неплохая, только я, пожалуй, вежливо разговаривать уже не смогу Ну, как знаешь Только учти, нервные клетки не восстанавливаются Да О, блин, во, опять Так Слышь, лениться, твое? Положи на место Прикольную прищепку, дай потаскать Положи на место, тебе говорю Да ладно тебе, что ты жмешься, а? Синхронное плавание Оценки Five point zero Six point zero Дай сюда тебе сказали, а? Синец, ты что-то мне чуть нос не порвал Тебе русским языком сказал Положи на место, а? Че я сделал-то? Это подарок, ясно? Мог бы сразу сказать, придурок Сам придурок Че, Синец, подарок от Ксюхи, что ли? Ага Когда улетает, завтра? Завтра, да Ты же попрощаться не успеешь Да нет, Василюк вроде бы пообещал отпустить проводить Ну, поздравляю, че ты Не парься Слышь, Макар Ты в Ломбане был? Ну, был, дел Красивый город? Супер Ксюхе твоей можно только позавидовать Мне бы кто позавидовал Да, я слушаю Нет, вы ошиблись Да я вам говорю, что вы ошиблись Нет, нет, нет Снегомирова Снегомирова, так Ну, летчики Я вам устрою Снегомиров Значит так Летчики за летчики Чья вот эта работа? Я еще раз спрашиваю Чьи вот это Каракули? Товарищ проповщик, а что там? Там объявление Какое объявление? Неважно какое Кто писал, тот знает Я еще раз спрашиваю Чьи вот это Каракули? Молчите! Вот нацарапать вот это У вас ума хватило А признаться, что Смелости не хватает Последний раз спрашиваю Кто вот это писал? Ну, ладно Молчите себе дальше Я еще все равно Это Мы, честно Товарищ проповщик, а нам что делать? Вам штаны снять И бегать вон идти Можете разойтись Пока Блин, откуда у него это объявление нарисовалось? От ее блюда Парни, он где-то в городе напоролся Точно И что сейчас будет? Там подготовка сейчас будет Да расслабьтесь, никого он не вычислит Пора, пора Да и успокоиться Разрешите? Да Лев Михайлович, не помешаю? Да, пожалуйста В чем дело? В чем дело? Да, Лев Михайлович, тут такое дело, понимаете? Да Вы мне не позволите глянуть на тетрадки Суворовцев первой роты? В каком смысле глянуть? Ну, как в каком смысле? Ну, в смысле полистать Что значит полистать? А с какой целью, если не секрет? Какой секрет, Лев Михайлович? Ну, поинтересоваться, так сказать, успеваемостью А, ну вы успеваемость можете поинтересоваться, скажем, в журнале, там все подробно Ну да, там в журнале все подробно, но, Лев Михайлович, вы же ведь в журнал ставите, так сказать, итоговые оценки, правильно? А в тетрадку ставите текущие Вы же не все оценки из тетрадок в журнал вон переносите, так? Нет, не все, не все Ну, вот понимаете, они как себе думают Раз у меня в журнале оценки хорошие, то чего я буду напрягаться? Вот ведь как? Ну да, бывает и так А позвольте узнать, а почему-то этим интересуется старшина, а не офицер-воспитатель? Слушайте, Лев Михайлович, А что, по-вашему, старшина роты не может поинтересоваться учебно-воспитательным процессом? Слушай, я этого не говорил Так, пожалуйста, ради Бога Только я очень вас прошу, завтра все тетради обязательно от него доберутся Да не волнуйтесь, верну в целости и сохранности Так, а вы уверены, что вам все тетради нужны? Может, вас кто-то конкретно интересует? Есть интересный экземпляр? Да, 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 нет, Лев Михайлович, мне нужны тетради всей роты Да, Синицын Кого от кого от тебя, я вот этого не ожидал Что ты молчишь-то? Ты что, хочешь сказать, что вот это вот не твое произведение, что ли? Ну? Ну что ты смотришь тут? Ага, значит, выходит, все-таки твое Пошутить решил Правда, не понимаю, за что? Чем я это заслужил? Или это у вас, как говорится, все это по приколу, да? Нет, ну хорошо, шутка удалась Шуточка тебе удалась Давай смейся, давай Что ты молчишь? Давай смейся Ну пошутил над прапорщиком, а? Вот какой молодец А вот скажи мне, за что ты со мной так, Илюша? А? Ну за что? Черт, ты что молчишь? Ты что, язык проглотил? Никак нет Никак нет! Так расскажи мне, чем я вот это вот все заслужил? Ты что, со мной разговаривать не хочешь? Хорошо Как говорится, решил повернуться к старшине с задницей? Учти, Илья, я к тебе тоже поворачиваюсь с задницей Посмотрим, у кого задница больше Все, свободен Поварищ прапорщик Пошел вон отсюда! Я тебе слово давал! Ты что, здесь еще? Значит так, третий взвод Я проверила ваши самостоятельные И признаюсь, поражена Я бы хотела посмотреть На человека, который предложил правильное решение этой задачи Я обещаю, что поставлю ему пять А не три, как всем остальным Эмма Владимировна, а почему всем остальным три? Потому что у меня есть серьезные подозрения Что все остальные у него списали Тем более, что эту задачу можно было решить и без интегралов Которые мы, кстати, еще не проходили Как без интегралов? Эмма Владимировна, там без интегралов никак Там же скорость нелинейная Значит, Соболев Это все-таки были вы А почему сразу я? Значит, Соболев пять Все остальные три Макаров два Почему Макаров два? Потому что он даже списать поленился На, войдите Разрешите, товарищ праповщик? Чего надо? Товарищ праповщик, мне бы верхнюю одежду получить С какой еще радости? Меня на два часа в город отпустили Кто отпустил? Майор Василюк Кругом! Шагом марш! Товарищ праповщик, я не вру Мне правда майор Василюк разрешил А я запрещаю Товарищ праповщик, вы не можете отменить приказ офицера-воспитателя Это потому что офицер-воспитатель не знает о твоем творчестве Ты что, хочешь, чтобы я ему рассказал, какие увлекательные сочинения ты пишешь? Это вот там, на столбах Свободен Товарищ праповщик, мне очень надо Товарищ праповщик А ну кругом! Шагом марш! И ты не видишь, что я не желаю с тобой разговаривать? Ксюша Ксюша, а что ты этот свитер не взяла, а? Я его там носить не буду Как не будешь? Будешь? Он теплый, я его кладу Клади, я его все равно там выброшу Ксюша Мне вообще не нравится твое настроение Вместо того, чтобы проверить вещи, проверить документы, справки какие-то Ты сидишь уже второй час возле телефона Илья обещал прийти и проводить Придет, значит, он знает адрес, если обещал Иди вещи проверь Я проверяла Еще раз проверь вещи Ну чего же киросейсты? Сколько времени в подготовке? Двадцать минут Ну так что, можете пуфетик? Я не против Ну кто бы сомневался Синица, ты в буфет идешь? Не хочу Что случилось? Случилось А что такое-то, Синица? Философ вычислил, кто объяву написал Откуда ты знаешь? От него и знаю, он меня вызывал только что Ну и кто это? Пушкин, блин Там оказалась объява с моим почерком А как он вычислил? Да я знаю Все Вал накрылся, Ксюха через три часа улетает Зашибись Прикололись все Прилетела синица Так это, Илья, надо было сказать, что это мы все придумали А, ну да Триндец Ну что, надо что-то делать Открыто Товарищ Пробочек, разрешите обойти? Уже вошли Ну Чем обязан? Товарищ Пробочек, мы поговорить хотели Поговорить? Леш Подумал, что вы бить меня пришли Ну, я слушаю Товарищ Пробочек Ну, эти все объявления, они В общем, синицы, но тут ни при чем Вот как, любопытно Ну, а кто же при чем? Мы все вместе это придумали А, браво Узнаю третий взвод Сплощенный коллектив Очередное проявление коллективного разума, да? Ну, а что, всем одновременно эта Замечательная мысль в голову пришла? Или все-таки кому-то первому? Это моя была идея Ну, так вот Ну, а теперь позвольте узнать Что послужило импульсом для столь светлой мысли? Да, ваше Пробочек, ну, это шутка была Ну, помните, вы меня в снег толкнули? Да, я случайно Без спроса в твою песочницу не залез? Савочек у тебя там не украл? Товарищ Пробочек, извините, пожалуйста Ну, Синицыну просто очень в город надо было У него девушка сегодня в Лондон улетает Они с ней целый год не будут видеться Угу Ну, он сам мне так сказал Девушка у него В городе, я с Лондоном Ой Что мне с вами делать? Получается Спасибо, товарищ Пробочек Спасибо, товарищ Пробочек Свободны Лютчики-зылютчики Ну, присядем на дорожку Ксюша Мам, давай еще немного подождем Илья обещал вырваться Ну, у него, наверное, не получилось Там же Суворовская Если бы что-то случилось, он бы позвонил Так, Ксюша, машина уже ждет Пойдем вниз Мама Ксюша, пойдем возле машины подождем Пойдем, пойдем, пойдем Пойдем Фу, Синица Вот ты где Держи Что это? Беги давай, философ тебя отпустил На Как отпустил? Да, мы ему все правду Про объявление рассказали Давай, держи Да, то что Подожди, как Как мы сказали, что Тебя с Ксюхой тоже пришлось Рассказать Спасибо, пацаны Только он что, простил? Да, простил Два часа строго, как с куста Ты что стоишь, дурак? Иди давай Мужки, я Да беги, ты дурак Фу Так Счастливый человек, а? Ксюша Нам пора Еще две минуты Какие две минуты? Это международный рейс Мы опоздаем Успеем На международный рейс регистрация заканчивается за час Так Все, все сроки истекли Мы опоздаем Не опоздаем Ты не понимаешь По дороге может быть Все, что угодно Могут быть пробки Мам, ну почему он не позвонил? Господи, откуда же я знаю? Ксюша, иди в машину Садись Ксения! Ксения, дождись! Ксения! 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 Субтитры создавал DimaTorzok